всем привет меня зовут алия добро пожаловать на мой канал о вязании и моей жизни у нас сегодня будет с вами такой необычный формат это будут ежедневные подключения которые я делала на протяжении нескольких дней наверное все таки это будет меньше недели потому что я не смогу так растянуть это видео и я хотел бы его выпустить чуть раньше поэтому у нас сегодня будет такое ежедневное подключение меня когда-то я подключаюсь когда-то нет и об этом во всем говорю видео показываю вам свои процессы свои работы что у меня получается что не получается говорю о минусах от плюсах свое мнение о пряжи о спицах в общем все такое все что нас связывает все что нам близко вязание и в целом я желаю вам приятного просмотра давайте начнем с понедельника и дальше мы встретимся с вами уже выходные итак всем большой привет в этом подключении я решила подключиться спустя два дня сегодня у нас получается понедельник если не ошибаюсь 27 ноября поэтому такой вот у нас с вами подключение я довязала вчера рукав я его начала получается в субботу когда выложила свой влог и вот такой вот рукав у меня получился немножечко они у меня получаются коротковатые я вам еще поближе подсниму или наоборот подальше себя подсниму полноценно чтобы показать вам этот свитер и вот как видите видите наверное вот так что у меня разные рукава и это потому что у меня была здесь разные пряжа и в основном было все по одному моточку то есть то что у меня осталось от этого свитера это вот эти вот четыре мотка я под прошлым своим вязальным влогом подписала какие артикула я здесь использовала и давайте я просто наглядно покажу как что выглядит в этом свитере вот здесь на рукаве у меня получается вот использованы вот эти два моточка это получается твит инфинти дизайн а это альпака силк вот этот вот сиреневый такой цвет их вместе смешала и вот такое вот полотно у меня здесь получилось как и вот эти вот получается фиолетовые вставки это тоже вот эти вот вот эти два моточка по цветам если вам интересна эта информация сообщите в комментариях я вам напишу какие именно цвета потому что кажется по прошлым влогом я не написал какие именно цвета я использовала дальше вот этот рукав если что не обращайте внимание на ниточки я еще не все заправила если что этот рукав связан тоже получается раз из разной пряжи вот если видно такие светлые оттенки то это вот этот вот цвет это получается у нас лана год гата мохер люкс если не ошибаюсь могу ошибаться это получается мохер на полиамиде не тот который на шелке тот который на полиамиде он в целом дешевле еще стоит и вторая ниточка которая именно идет вот такие такой секционный красивый цвет или градиент я не знаю как его правильно назвать это у меня идет лана гросса силк мохер если не ошибаюсь называется printed или что-то такое очень постараюсь найти скриншот этой этого моточка этой пряжи и этого цвета вот если что-то не найду все подпишу под видео я теперь поняла что проще писать не на экране а всю информацию под видео потому что ее еще можно не скопировать и вставить спокойно то есть быстрее найти дальше у меня вот этот вот розовый цвет это тоже был инфинити дизайн твит тоже есть такие небольшие здесь виденки и его я смешала вместе опять-таки с этим мохером получается одна ниточка твида 1 мохера здесь у меня шел вот этот вот сиреневый цвет тоже с мохером вместе я его смешивал со светлым вот этот вот розовый цвет он у меня получается было смешан вместе с этим твидом и отдельно моточек инфинити дизайн альпака силк альпака силк был их тоже вместе смешала получился такой вот насыщенный розовый цвет и наверное сказано было все очень громко и на теле в целом тоже у меня шел тот цвет изма . силк мохер лана гросса то есть такие вот тут намешанные все цвета пряжи артикулы и да вот получилось то что получилось думаю выглядит интересно даже несмотря на то что вот рукава здесь такие вот разные сначала я вчера подумала что у меня разная длина рукавов но в целом сейчас смотрю вроде нормально все не знаю насколько он мне конечно подходит по цвету по цвету типу мне кажется нормально потому что я такая бледная светлая светленькая и в целом розовый цвет как будто бы мне к лицу но здесь не только розовый цвет но еще и фиолетовый в общем такой вот свитер связался вчера оборолась с кончиками именно вот в этих всех местах и на самом деле хочу его постирать посмотреть что с ним произойдет как он раскроется или наоборот сожмется что с ним произойдет в целом и потом уже допрятывать вот эти вот кончики в рукавах когда я ниточку здесь меняла и зашивать вот эти вот дыры в этих вот местах вот в этих местах я вчера старалась все зашивать у меня и на спинке есть небольшие вот эти вот кусочки кусочки узора не знаю как его назвать вот в целом такой вот свитер у меня связался точнее довязался наконец-то я ему закончила практически с этими кончиками осталось только побороться все спрятать закрыть зашить если где-то у меня образовались дыры есть конечно такие моменты где у меня обрывы ниточек вот они прям вот такие вот и то есть если потянуть полотно ниточка выходит из петли и то есть там может образоваться огромная дыра не знаю как с этим бороться как избежать этого всего но буду стараться зашивать аккуратненько чтобы не было таких больших дыр недоразумений ну если что-то образуется значит будет модный дрялый свитер вот наверное по этому свитеру все что я хотела сказать я сказала еще раз подсниму сразу скажу что низ я закрывала болгарским зачином если есть такое закрытие брала я его получается с канала лана стильное вязание а рукава я закрывала просто обычным самым классическим способом я поняла что здесь закрывать болгарским зачином не имеет смысла выглядит конечно по разному потому что здесь вот махер а здесь вот такая вот толстая двойная нить то есть они по своей такой фактуре тоже разные вот такой вот разный меня свитер получился в целом если что-то я не сказала я еще дополню в описании под видео и скажу сразу что вязала я вероятнее всего этот свитер на 6 половиной так как чтобы попасть в ту же плотность я смотрела на вывязывание этого рукава сравнивала с полотном другого рукава и всего тела 6 половиной самая оптимальная плотность которую я попала у меня больше спиц нет деревянных по миллиметрам а вязала я этот свитер точно помню по фотографиям по видео я его вязала на деревянных спицах лики самый большой номер спицы это у меня 6 половиной в наборе поэтому по плотности это 6 с половиной и да такой вот он объемный получился имею ввиду крупные вязки для меня все наверное постаралась я вам все уложить и выложить все давайте покажу так много сказал слов все покажу что начала вчера у меня какой-то бум на альпака это после бума на сиреневый фиолетовый розовый в общем сейчас избавимся от этого слова сейчас вам покажу свои процессы во-первых начну со своей неудачи я вчера решила начать вязать шапку и взяла вот этот моточек новый свой сад несгарн коз набрала 128 петель вязала на спицах 4 провязала где-то вот столько резинка 1 на 1 потом подумала что то у меня какой какая-то гигантская шапка получается надела получается другой тросик объединила вот так расправила полностью шапку примерила она у меня так и упала поэтому я все благополучно распустила и поняла что нужно набирать наверное 104 петельки чтобы не было такого пусть она хоть будет держаться на голове плотно и не спадать мне кажется так лучше получила просто нереальное удовольствие когда начала вязать ниточка настолько мягкая просто не передать словами очень нежная нитка вот это вот baby альпака если не ошибаюсь сейчас проверю добыль baby альпака 10 процентов шерсти 29 нейлона все остальное baby пока в общем нежность нереальная невесомость мне даже как будто бы захотелось связать плечевое изделие полноценное из этой ниточки но стоимость этого изделия сейчас получится конечно какая-то космическая и с другой стороны как будто бы мне не нужно плечевое изделие не знаю в общем я много чего на самом деле хочу сейчас связать именно из плечевых изделий но для начала бы мне сначала конечно закончить для начала сначала закончить красный свитер я прошу прощения за вот эти вот вечно повторяющиеся слова я тороплюсь я стараюсь думать и когда я все эти процессы воспроизвожу получается какая-то ерунда я это все прекрасно понимаю поэтому прошу прощения у вас я вот когда что-то в пупыхах делаю у меня что-то не то слетает с моих уст так давайте перейдем к следующему моему процессу который я вчера снова начала я вчера так много чего начала ой да сама от себя пыталась чего-то добиться и так следующий процесс это получается наверное знакомый вам моточек начала варежки вяжу на спицах два с половиной на своих новых спицах чагу на тросике 100 пряжа реги альпак альпака софт постараюсь вам оставить фотографию или что-нибудь скрин этой этой пряжи в общем такая пушистая красота получается вязать как будто бы трудновато из-за этого пуха как будто бы он подрывается у меня на некоторых петельках то что есть то есть я здесь провязала 23 ряда это начало варежки сейчас примерю так вот выглядит и не пойму нормально ли это этот объем для меня нормальный и он в целом как будто бы да и вот пока вот получается манжету вижу хочу вот такие вот прям высокие варежки точнее ну и как высокие длинные не знаю чтобы рукавы здесь была закрыта у меня это такое место тоже который мерзнет постоянно если до свитера натягиваю на руку чтобы у меня ничего не мерзло на улице не знаю насколько они конечно теплыми получится но надеюсь что буду их носить мне сейчас единственные варежки которые я связала ношу я их из пряжи из ангоры из пуха норки то есть такое комбо у меня случилось постараюсь тоже оставить вам фотографию на экране они уже такие как будто бы их поносили несколько лет но я хочу связать новые новые теплые чтобы я их носила и все меня устраивало так пока не по какому мастер-классу я их не вижу если что набирала я 44 петли или 42 и как будто бы вчера уже хотела делать убавки но нет пока я пока не готова кубавка мне кажется по объем мне все всего хватает нормально так следующий процесс который я опять-таки начала вчера воскресенье это мои носки которые я вам показывала в прошлом влоге один точнее готовый носок показала второй в субботу я так и не начала в субботу я начала вязать вот этот рукав вязала его не знаю часа три то не довязала как ты как-то я долго вижу вот поэтому связала начала вязать точнее вчера вот эту вот резинку один раппорт узора провязала и сейчас вот утром в 9 утра я час посвятил тому чтобы снова провязать немножечко хотя бы сейчас до работы хочу довязать вот этот раппорт узор и либо после работы закончу не знаю вот так все это выглядит хозяйство в общем очень много процессов хочется начать опять-таки точнее начать продолжить связать и нет на это все времени вот я сижу кстати в этом свитере нет так в нем жарко теперь стало я не могу начну сижу напротив батареи в общем все процессы наверное вам показала на сегодняшний день сегодня вечером продолжу вязать немножечко носочек может быть продолжу вязать варежку не знаю может быть даже наберу петли на вторую варежку и тоже провяжу вот столько по высоте чтобы они хотя по плотности совпадали у меня в дальнейшем и шапочку тоже хотела бы начать конечно вязать ту шапку из инфинти дизайн бик альбакову я еще даже не продолжила то есть я вам во влоге неделю назад я вам показала вот столько как я отвязала так все и осталось вот пока из процессов это все все что вижу все что начала все показала рассказала свитер буду стирать буду его заправлять дальше кончики в нем покажусь вам еще полноценней и давайте тогда до следующих подключений до следующих дней не знаю когда еще получится подключиться но надеюсь что очень скоро и с готовыми работами вот хорошего всем дня всем привет сегодня вторник снимаю на фронтальную камеру чтобы видеть себя что я вам показываю не понимаю что входит сюда ладно в общем я решила что буду снимать какие-то ежедневные подключения показывать что у меня связано что новое чем я занимаюсь в целом я вот эти вот два дня получается работаю и вчера после работы я решила что мне нужно связать довязать точнее варежку сейчас покажу на каком я этапе вот столько я отвязала и я считаю что это очень большое достижение и большая работа для меня это получается вот эта вот пряжа которую я вам которая вчера показала это реги альпака альпака софт и я постараюсь конечно же вам все оставить на экране сразу хочу сказать что здесь встречаются вот такие вот штучки то есть сено или вот что-то такое древесное не знаю я думаю что это сено ниточка мягкая такая мне кажется будет теплая и снова я прям варежку конечно связала по руке то есть мне прямо на супер такая облегающая не знаю что произойдет с пряжей после этого мне кажется она не растянется потому что она в целом вообще не тянучая получилось у меня то есть полотно такое достаточно плотное так вижу на спицах два с половиной и наверное она не тянется потому что я вижу достаточно плотно то есть у меня такое прям все собранное я взяла в общем за основу после того как отвязала манжету мастер-класс алены спицыной нашла ее канал на удивление вообще такой полезный большой там много разных мастер-классов поэтому если вы как и я не знали кто такая алена спицына то я оставлю ее канал в описании под видео вот что у меня получилось пальчик я пересняла точнее петли две пальцы и очень надеюсь что мне не получится гигантский палец вот уже надо будет потом когда в общем я планирую довязать две варежки и потом уже вязать два пальца и придется вязать на чулочных спицах чего я конечно не очень хочу потому что я как будто бы по ним не соскучилась вот такие новости в общем-то точнее не довязала вяжу варежку и вчера еще я получается провязала раппорт узора у носочков тоже отчитаюсь и так у носочков получается провязаны два раппорта узоров узора вот так это все выглядит и еще что хотел сказать у получается у спицы чагу как-то меня это тема с одной на другой прыгает ну ладно в общем вот это вот спицы получается 225 а вот здесь вижу я на спицах два с половиной и у них очень сильно отличаются тросики по толщине я даже не ожидал от такого что такое большое различие успеть два с половиной и успеть 225 если честно поскольку я знаю что у спиц чагу есть два типа лесок одна получается с тоненькая и другая м и я так понимаю что у два с половиной уже идет как бы лесочка тросик вот этот по размеру м видимо на 2 и 2 с половиной идет с потому что очень тоненько и все у два с половиной и как-то даже было неприучно переходить на вязание на спицах два с половиной после того как вчера довязала раппорт вот этих вот этого узора на носочки я подумала какие они толстые эти спицы хотя вообще отличие ну четверть миллиметров миллиметров вот такие новости у нас прям очень туманно почему-то сегодня темно и поэтому я какая-то наверное очень такая некрасивая еще и снимаю на фронтальную камеру ну это ладно не хотела настраивать никак кадр и снимать себя полноценно то есть на заднюю камеру и так наверное сегодня после работы когда я приду я закончу варежку именно вверх поднимать и немножечко привяжу носок правда не знаю во сколько приду вчера вернулась в 9 и как-то до 12 вязала вот варежку то есть прям не могла оторваться и завтра я отдыхаю не знаю что завтра буду делать но знаю точно что вот после завтра я уже скорее всего ничего не сниму у меня такая там долгая смена прям до ночи поэтому до ночи поэтому да но это я уже все заранее забегаю не знаю насколько получится у меня снимать вот так каждый день но я буду стараться потому что у меня сейчас есть как бы и вдохновение и желание вязать и то есть я могу вам хотя бы что-то минимальное показывать на протяжении нескольких дней это я думаю так сейчас ну ладно тогда до следующих подключений наверное встретимся завтра итак всем привет сегодня у нас вечернее подключение сегодня четверг на удивление у меня сегодня был выходной но так как я целый день занималась чем попало я решила подключиться хотя бы вечером я сегодня забрала посылку и так как темнеет уже у нас где-то в 3 то естественно я ее забрала уже в такое темное время и сейчас на улице просто темнота наверное свои процессы я вам показывать сегодня не буду потому что нас плохое освещение и на самом деле вот эта вот сторона вообще у меня вся темная но я включила все лампы и на самом деле на мой глаз все светло но через камеру передается все очень плохо давайте откроем с вами посылку посмотрим что мне пришло такой вот у нас пакетик не очень большой хотел бы поделиться с вами открыть его вместе с вами и я про эту посылочку получается уже говорила так давайте откроем итак эта посылка из холливул о которой я вам говорила в прошлом влоге так вот все аккуратненько у меня здесь запаковано и сейчас давайте посмотрим с вами что мне пришло а уже завтра или послезавтра при нормальном дневном свете я вам засниму отдельно эти все артикулы которые мне пришли так на самом деле здесь пряжа вся новая для меня я из нее никогда не вязала и я ее даже не трогала давайте начнем с этих двух моточков они такие приглушенные и не очень яркие это drops north uni color никогда еще кстати не пробовала drops не знаю что это такое но мне кажется вообще вот именно производитель drops и инфинити дизайн они в целом похожи итак это у нас цвет 23 возможно я вам подпишу на экране что этот цвет мне напоминает он не такой яркий как я думала что он будет то есть как будто бы горчичный цвет но в то же время нет в общем приятный цвет взяла его просто чтобы познакомиться думала думала что свяжу из него носочки то есть не знаю вот что в итоге я из него свяжу так заново я включила подсъем потому что я боюсь что очень плохо все получается ну вроде более менее итак вторая красотень который мне пришла о которой о которой может быть вы уже знаете это очень такой интересный артикул получается это кремки соул или крёмки соул соль вул это альпака букле суперфайн этот цвет у меня здесь получается с970 если я ничего не путаю тоже вам посниму покажу у меня две такие пасмы это мое второе букле в жизни первое у меня было букле от пехорки буклированная пехорка а вот здесь такая вот пасмочка очень интересная взяла я ее на варежки как возможно я не оставлю то подключение которое сняла вчера потому что я там плохо очень выглядела я там рассказала что у меня сейчас такая мания на такое розовое фиолетовое сиреневое все мания на составы альпака и на букле и сейчас получается вот это пасмочка воплощает себе все мои желания сейчас в общем очень приятная тоненькая здесь ниточка получается идет и такие вот интересные буклешки и если честно тут как будто бы так такое все таки переливание цветов то есть здесь не однородный цвет где-то уходит в такой розовый насыщенный цвет а куда-то прям уходит местами в бледноватый розовый цвет то есть тоже интересно при дневном освещении мне кажется намного лучше все это будет выглядеть чем сейчас но я думаю что в подключение которое я оставляю на экране все видно так следующий артикл 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 следующий артикл это у нас bc garn я вообще думала что произносится так но судя по произношению других девочек кажется это произносится как yarn garn yarn не знаю в общем простите bc garn выглядит выглядит вот так это получается семила меланж стопроцентная органическая шерсть так и цвет здесь одиннадцатый произведено в Турции тоже такая вот пасмочка специально все заказала вот в пасмах не на размот потому что я люблю пасмы не знаю мне нравится перематывать их потом и не знаю насколько конечно мне процесс в целом близок но иногда бывает желание что-то перемотать поэтому я мне кажется с большим удовольствием перемотаю эти пасмы сама здесь рекомендуемые спицы 4 или 5 миллиметров такая вот интересная ниточка тоже никогда не пробовала много слышала о ней разных отзывов девочки многие тоже на ютубе ее пробуют и именно не этот артикул если что а в целом вот этого производителя это получается в целом такой органический производитель органическая шерсть которая не содержит в себе при производстве получается как бы ни одна овечка не страдает я так понимаю что в этом заключено заключен весь посыл так и еще я решила заказать себе мешочек тоже заказала такой вот мешочек для своих проектов для своих процессов увидела получается у Наташи с канала Наташтрикт ее посылку тоже с кремки тоже вроде там были буклеи что-то какие-то тоже аксессуары и прислали там все получается в мешочках а у меня этих мешочков конечно же недостаточно я решила что тоже закажу так сказать символично вместе с пряжей чтобы у меня все это было тоже вам все подсниму красивенько и в целом у меня в пакете осталась еще одна пасмочка которую я вам уже показала такой небольшой вот у меня заказ был еще раз повторюсь заказывала в Холливул заказывала на прошлой каждой неделе когда у нас была вот везде черная пятница я заказала в самый первый день не планировала на самом деле особо такого ничего заказывать вообще случайно за сутки положила себе в корзину вот этот вот артикул эту пасму и подумала ладно может быть когда-нибудь когда будут скидки я ее закажу разница конечно там ну именно скидки не очень большая была но в целом все равно приятно купить чуть дешевле чем чем было до скидок вот такая небольшая у меня покупка планирую разные изделия и не сказала что из этой пасмы планирую вязать варежки но пока конечно это все под вопросом потому что мою идею мою мысль немножечко отодвинули покупкой других варежек вот поэтому не знаю буду ли я вязать из этого варежки пока оставлю посовещаемся еще насчет этих варежек будущих давайте тогда до завтра или до послезавтра я вам подсниму все при свете дня и покажу свои процессы и в целом еще хочу сказать что я сейчас вяжу в основном аксессуары я сегодня провела вот то свитер который вам который презентовала в самом первом подключении и надеюсь что он у меня подсохнет и все с ним будет хорошо и при стирке из него вышло огромное количество краски не знаю из какой именно пряжи но вода была прям такая фиолет-розовая я его получается постирала вместе со средством мелада и со средством шегги в общем он у меня полежал минут десять-пятнадцать в воде потом я просто подошла пожамкала его и смотрю прям весь вся вода в тазике просто такая яркая розовая и красная и я его прополоскала потом еще два раза чтобы хотя бы вот эта вся краска вымылась из него удивительно на самом деле потому что до этого как будто бы из ну вот из моих паутинок например какой опыт у меня был не было такого то есть они так сильно краску не выпускали я бы думаю может быть это либо инфинити дизайн один или все вместе эти артикулы которые были применены при вязании этого свитера либо же это получается лана гросса silk hair который как раз таки идет в таком градиенте из цвета в цвет там перетекают эти цвета простите за тавтологию в общем без понятия но так интересно конечно было понаблюдать что прям вся эта краска вымывалась из него я его разложила он у меня сушится кажется что он немножечко еще разойдется в ширину но это наверное хорошо лучше чем когда свитер оказывается такой прям приталенный и облегающий в моем случае так давайте наверно все до дня следующего когда уже будет нормальное освещение а не вот это вот не этот вечер не по цвету со всех сторон все надеюсь было слышно и нормально видно если что простите просто хотелось с вами поболтать так как днем я ждала посылку но пришла она довольно таки поздно все до следующих подключений итак сегодня пятница я сделала вставку вступительную сегодня в пятницу и завтра уже получается будет суббота у меня будет выходной и я скорее всего уже приступлю к монтажу полноценному этого полноценному монтажу этого видео то есть я его буду завтра монтировать и скорее всего выпускать либо же буду выпускать его в воскресенье пока я не знаю точно и вчера мы с вами распаковали мою красивую посылку которую было очень плохо видно если честно но я оставлю то подключение и сегодня я вам хочу просто рассказать о метраже и о номерах этих артикулов которые я вам вчера показала потому что я вчера вообще ничего вам не рассказала я просто вот так вот красиво да круто как-то так выказала и сегодня хочу показать вам уже точнее рассказать быстренько какой это например номер цвета что в составе потому что я вчера этого не сделала итак начнем с самого такого красивого это получается кремки soul wool альпака букле super fine вроде бы да здесь получается 89 процентов альпака и 11 процентов полиамида указано что предпочтительно ручная стирка так цвет я вам вчера сказала это c970 сделана она получается в перу на 50 грамм 250 метров рекомендуемые спицы 4-5 миллиметров что еще я сегодня обнаружила сейчас скажу вот это вот пасма получается bc garden simila melange они оказываются с одной фабрики то есть вот здесь тоже указано что это кремки и дальше идет такое хорошее слово на немецком очень длинное я его читать не буду итак про букле я вам все рассказала вроде всю информацию которая здесь вот указана на этикетке если что-то еще интересно можете написать в комментариях либо написать мне в телеграм-канале можем обсудить эту пряжу итак давайте сразу тогда про эту это bc garden bc garden simila melange стопроцентная органическая шерсть тоже производство на заводе кремки происходит я так понимаю ручная стирка цвет 11 выполнена она точнее изготовлена в Турции на 175 метров здесь 50 грамм и я вчера сказала вам что спицы 4-5 здесь рекомендуемые хотела добавить то что вчера я сказала что экологичное производство и да стандартам годс вроде соответствует если я ничего не путаю так что получается такие две органические у меня два органических артикула появилось и давайте быстренько про последний артикул это drops nord uni color здесь в составе 45 процентов альпака 30 процентов полиамида и 25 процентов шерсти так рекомендуемые рекомендуемые спицы номер 3 цвет здесь 23 и метраж не вижу 170 метров на 50 грамм вообще на самом деле ниточка как будто даже тоньше чем лана гросса или же мне просто так кажется в таком мотке не знаю ну в общем я бы не рекомендовал наверное здесь спицы 3 все таки кто достаточно плотно вяжет это 225 два с половиной максимум вот все наверное про эту пряжу и давайте перейдем к моим процессам которые я вам не показывала уже два дня получается в среду я ничего не вязала и вчера в четверг я немножечко повязала свои процессы не скажу что я что-то прям так выполнила очень быстро у меня все еще все на спицах то есть я ничего особо не связала итак давайте начнем с варежки которую я вам показывала во вторник в таком подключении на фронтальную камеру я тогда начала делать вот эти вот убавки и на самом деле я минут за десять за пятнадцать закрыла ее потом это было все перед работой я быстро быстро все сделала сегодня собственно я тоже работаю поэтому так решила просто подключиться пока у нас хороший свет кстати сегодня 1 декабря поэтому всех поздравляю с наступлением зимы у нас сегодня прям такая настоящая зимняя погода солнышко светит немножко морозное и снег ночью прошелся то есть прям очень круто итак теперь о варежке я ее закрыла пока она выглядит вот так ВТО не проводила такой вот у меня вот этот вот кончик странный конечно получился делала убавки я как в носках и всю вот эту информацию я оставлю в своем телеграм-канале когда довяжу вторую варежку у меня обхват запястья если я не ошибаюсь где-то семнадцать а может быть девятнадцать сантиметров что-то между этими значениями такая вот она получилась в помещении в ней очень тепло я бы сказала даже жарко руки начинают потеть но состав здесь хороший так куда-то я делала бирку точнее не бирку как это называется этикетка это получается регия премиум альпака софт рекомендуемые спицы здесь два с половиной три с половиной миллиметров я связала варежку на два с половиной миллиметрах и здесь получается на 100 грамм 310 метров составе 62 процента шерсти 23 полиамида 15 альпака моточек у меня пока такой полненький и в целом на варежке мне кажется и на перчатке не очень много пряжи нужно конечно в зависимости от того из какой вы вяжете но вот из такой тоненькой как носочной пряжи из носочной пряжи условно много не нужно вам я думаю в целом всем довольна кроме пальчика то есть я не знаю как я его буду делать здесь уже сразу вот этот первый ряд такая как большая дыра у меня образовалась может быть вы мне подскажете что вы обычно делаете я потому что вязала всего две пары варежек и у обеих у меня как-то вот здесь все равно петля вот эта вот получается такая распущенная то есть видно руку кожу через нее здесь не знаю как буду делать в этом случае я думаю прибегну к такому что буду отсюда брать петли то есть где у меня все плотно связано в общем не знаю что как буду делать хочу связать вторую варежку и уже потом вязать пальцы я думаю что это вполне логично итак мой следующий процесс это мой второй носок из пряжи Лана Гросс Майлен Вайт Твит кажется цвет я вам уже говорила если что должен быть в моем телеграм канале либо в прошлом влоге либо в начале этого влога честно не помню вчера вечером связала пятку и до пятки я еще связала кажется два с половиной раппорта узора или полноценных два не помню точно в общем такая достаточно большая работа у меня вчера была проделана с этим носком я повторюсь что я не люблю вязать пятки это меня просто тормозит в моем вязании в носках то есть я вязала бы намного быстрее носки если бы я не вязала эти пятки я их откладываю до самого последнего момента и вяжу только по желанию здесь у меня получилась максимально рыхлая пятка я не знаю мое поворотное вязание это просто лютый кошмар то есть если я выворачиваю вот так вот пятку здесь просто нереальная рядность видна то есть один ряд нормальная другой с каким-то таким прям просветом сильным и вот прям они чередуются эти ряды я не знаю как от этого избавиться у меня и у этого первого носочка получается такая же история он прям очень рыхло связан и вот здесь такая же ерунда не знаю возможно из-за того что лицевые ряды я вяжу прям так достаточно плотно а изнаночные рыхло и как вязать плотные и изнаночные я не знаю поделитесь своими лайфхаками как вы вяжете у вас тоже получается вот рыхлое рыхлое поворотное вязание или нет вот если посмотреть я пока буквально три ряда провязала просто по кругу вообще разные петли просто разные я не знаю надеюсь что после ВТО эта разница будет не очень сильно видна и что вот эта шерсть она немножечко все-таки разойдется и заполнит эти пространства между петельками так что такой вот у меня пока процесс впереди сейчас скажу так раз два три четыре четыре раппорта узора мне нужно провязать и хочу вам сказать так что мне нравится вязать именно носки с узором потому что как будто бы они вяжутся быстрее но укажу уточню точнее что не сложные узоры то есть вот этот узор очень легкий здесь лицевые и изнаночные никаких накидов никаких убавок то есть достаточно быстро вяжется просто успеваю глядеть в описании как это все вязать я уже практически все выучила что как вязать но все равно сижу с книгой и счетчиком то есть смотрю что вязать какой ряд вязать как вязать это все для меня очень важно в целом носочки планирую довязать до конца этой недели либо же до начала следующей недели то есть там в понедельник-вторник ставлю для себя дедлайн это крайние дни когда я смогу уже его довязать в целом я вам вроде сказала в этом видео а может быть нет что у меня есть желание вязать что есть настроение повязать но мой график на работе до середины декабря оставляет желать лучшего то есть там у меня по три рабочих дня один выходной потом снова три рабочих дня и как-то вот так выстроен мой график я не знаю как я буду успевать что-то вязать наверное тоже помаленьку потихоньку главное чтобы это желание никуда не делось я когда начинаю работать так усердно то я вообще не хочу ничего делать на самом деле я даже не захожу на youtube например мне это вообще не интересно я как-то этот такую в прокрастинацию вхожу и ничего не хочу делать вообще ну это так просто мысли вслух итак мой третий проект получается это такая вот шапка я вам о ней вроде тоже рассказала но как будто бы сейчас я вяжу и понимаю что ничего не меняется я здесь в этот раз набрала 104 петли и пока вот столько отвязала здесь где-то больше 7 сантиметров если я не ошибаюсь вяжу с таким красивым маркером который девочки мне подарили на день рождения и вяжу на спицах четыре с половиной в первый раз я набрала сто двадцать восемь петель и мне казалось что ну это очень много петель я примерила посмотрела шапка у меня упала с головы в этот раз набрала 104 уже примерила и она хотя бы держится но такая достаточно свободная я не стала распускать я хочу ее связать довязать постирать посмотреть что с ней будет я думаю что возможно она немножечко у меня подсядет но в то же время я думаю что в процессе носки она не изменится и будет такой же если не станет больше в общем хочу связать посмотреть что произойдет не хочу распускать вяжется достаточно хорошо пока вяжу только первый моточек он у меня кажется скоро закончится по ощущениям здесь получается 150 метров на 50 грамм у меня два мотка и в моем расчете в моей голове все должно мне хватить и надеюсь что это так и будет в целом такая вот у меня работа приятное очень полотно об этом я уже говорила здесь бэйби альпака и немножечко пыль в общем очень мягкое полотно мне оно нравится вяжу резинкой один на один пока не по какому мастер-классу но скорее всего буду вязать по одному из мастер-классов у Алены Спицыной либо же обращусь к своему журналу Лана Гросса Nordic Nitz кажется так называется я просто оттуда взяла вот эти вот расчеты но там другая пряжа естественно не знаю в общем что получится посмотрим посмотрим я обязательно с вами поделюсь даже если буду ее распускать скажу что я ее распустила надеюсь что такого все таки не будет и так на сегодня это все из новостей все что я вам хотела сказать не знаю подключусь ли я завтра наверное что-нибудь расскажу вам если будет что-то интересное и скорее всего спойлер ничего интересного не будет я также буду сегодня вечером вязать носочек после работы возможно немножко повяжу шапку ну и также еще хотела сказать потому что я вам в прошлом влоге упомянула о том что точнее не в прошлом влоге вообще в целом во влогах в ноябре я вам упомянула о том что я хочу красный свитер закончить к концу ноября точнее дойти до скос плеч объединить вязание начать вязать горловину ничего у меня не удалось я не знаю когда я его свяжу и честно вам скажу я себя не тороплю с этим процессом потому что точнее я не могу себя торопить с этим процессом потому что мне не очень интересно вязать вот эти поворотные ряды получается где-то 150 петель на спинке нужно вот так поднимать туда-сюда туда-сюда и если честно то мне было бы проще если бы это было круговое вязание то есть если бы у меня были просто круговые ряды я бы вязала чаще но так как здесь поворотное вязание я не хочу к нему приступать и я вообще оттягиваю этот момент потому что этот свитер он просто бесконечен то есть его можно бесконечно вязать как по мне поэтому я как-то уделяю время своим маленьким аксессуарам которые я вяжу хоть и не быстро но явно быстрее результат у меня выходит и он меня радует и я то есть могу уже носить надевать эти аксессуары не сказала бы что они мне прям срочно нужны но просто я вот хочу сейчас новые варежки себе и новую шапку и в целом такой вот у меня план и еще хочу добавить что из дальнейших таких планов может быть на декабрь на январь точно не знаю я вот из этой пряжи хочу связать двойные варежки я недавно кажется на этой или на прошлой неделе выложила свой телеграм-канал такую подборку варежек из буклей взяла фотографии на пинтерест и очень разные варианты классные варианты разные цвета в общем если хотите можете зайти посмотреть либо же вбить в поисковике в пинтерест букле mittens и увидеть там разные варианты в целом это наверное все все что я хотела сказать на сегодняшний день и тогда либо до следующего подключения либо уже мы будем прощаться после этого включения буду ждать вашей обратной связи на самом деле как вам интересно или не интересно смотреть такие подключения и что из изделий вас больше интересует то есть я люблю на самом деле наблюдать за другими процессами других мастериц как аксессуаров так и плечевых изделий конечно на плечевое изделие смотреть интереснее но его и дольше вязать я повторюсь я очень долго вяжу поэтому от меня ожидать каких-то быстрых результатов ну просто не стоит вот единственное что я довязала тот свитер который сзади меня может быть его видно а может быть и нет не знаю и там был связан только рукав и слава богу там осталось на самом деле куча кончиков он у меня подсох сегодня очень быстро высох буквально даже меньше чем за ночь то есть там получается и махер и альпака и все полотно достаточно тоненькое сейчас тоже подсниму вам его поближе и в целом что могу сказать он стал мягче и вчера очень интересно так пушился махер на получается когда он сушился то есть прям весь пух в махере вылез наверх и я прям хотела его расчесать на самом деле но не стала и так наверное это все что я хотела сказать если что подключусь завтра что-нибудь расскажу все спасибо за внимание тогда и до следующего подключения я благодарю вас всех за просмотр этого влога надеюсь что он был для вас интересен что вы провели время со мной за своим любимым хобби за вязанием либо же за вышивкой за чем угодно на самом деле напишите в комментариях что думаете вообще о таких подключениях стоит ли их продолжать делать не на еженедельной основе однозначно но когда вот у меня такая свободная неделя я только и рада что на самом деле вязать и показывать вам и делиться и монтировать потом в целом мне это все очень нравится и я сидела совсем немного перед камерой каждый день даже есть какой-то такой фокус внимания то есть что нужно рассказать что не нужно рассказать и что нужно показать а что не нужно показать то есть тоже так дисциплинирует немного такое подключение каждый день такие подключения вот напишите что думаете буду ждать вашей обратной связи еще раз спасибо вам за просмотр хорошего дня и хорошего вам настроения всем пока пока